Здравствуйте! В эфире программа в центре внимания в студии Евгения Монакова. Сегодня мы будем говорить о комплексном развитии территорий. Застройка в Благовещенске будет меняться, а вот каким образом будут происходить эти изменения, мы сегодня говорим с начальником управления архитектурой и градостроительством администрации Благовещенска Андреем Кролевецким. Здравствуйте, Андрей Анатольевич! Здравствуйте! Андрей Анатольевич, ну давайте вот про принцип, что вообще такое развитие территории комплексное, что значит этот термин? Этот термин означает, что за застройку, за принцип застройки, как вы сказали, берется не какой-то отдельный земельный участок, а берется элемент планировочной структуры, микрорайон, квартал, какая-то определенная территория, ограниченная, допустим, железной дорогой, улицами, может быть, какими-то природными, ландшафтными ограничителями. Вот это будет большая территория, ни одного земельного участка. То есть это даже не один квартал получается? Это может быть, да, не один квартал. Вот смотрите, раньше у нас исключительно была точная застройка. Я так понимаю, что это тоже было обусловлено рядом причин. Да, абсолютно верно. Основная проблема точечной застройки была связана с очень дорогим выкупом объектов недвижимости, земельных участков. Застройщику приходилось долго формировать этот земельный участок, и дабы сэкономить и время, и свои силы, он был вынужден точечно строить. Сейчас при наличии комплексного развития территории, именно документально закрепленного, у нас появляется возможность сделать город комфортабельным, город интересным, современным. Но это связано с определенными изменениями на законодательном уровне? Да, абсолютно верно. 30 декабря прошлого года был принят 494-й федеральный закон, который в Граждостроительный кодекс внес главу 10-ю комплексное развитие территории, где подробно расписаны все механизмы комплексной застройки. Ну вот давайте тогда и мы будем их объяснять, раз это касается все-таки и огромного количества граждан, которые живут у нас в деревянных домах в городе Благовещенске. У нас пока еще хватает таких кварталов. Я так понимаю, что их касается в том числе это комплексное развитие территории? Ну вообще комплексное развитие территории для нашего города, конечно, в первую очередь, это деревянная застройка центральной части. Но комплексная застройка, она может касаться и застройки типовыми проектами, которые строились в 60-70-е годы. Допустим, для Москвы именно вот эта часть характерна. Для нас в первую очередь, конечно же, это убрать, постараться убрать деревянный фонд из центра города. То есть это все для того, чтобы преобразить город? Вот то, что мы говорим, что едешь тут в современные дома, какие-то современные торговые центры, тут же приезжаешь вот эти советские типовые многоэтажки, тут же деревянные дома. Вот сейчас мы пытаемся, скажем так, преобразить это все и привести как-то к единому знаменателю. Абсолютно верно. То есть это основная задача комплексного развития территории, создать благоприятную среду для граждан, создать город, как я сказал, современным, высокоэффективным, чтобы были и доступны земли общего пользования, чтобы можно было отдыхать, чтобы можно было развиваться, чтобы можно было дышать, назовем так это все. Вот давайте теперь дальше о принципах выкупа. Потому что это действительно для многих застройщиков всегда было таким камнем преткновения, зная случаи, когда, например, выкупают какой-то квартал или часть квартала, а кто-то один из собственников ставит такую цену, с которой не соглашается застройщик, и сразу весь план, собственно, летит в тартарары. Вот сейчас каким образом, согласно этого федерального закона, будет осуществляться выкуп? Ну, в первую очередь, это должно быть изъявление желания застроить определенную территорию. Желание кого? Давайте так. Хороший вопрос. Это может быть желание субъекта Российской Федерации, Амурской области, это может быть желание города Благовещенского муниципалитета, это может быть желание застройщика. То есть, в принципе, законом определены три субъекта. Ну, Российскую Федерацию я не беру, потому что вряд ли они к нам зайдут, но она к нам зайдет, но три субъекта могут вызвать свои желания. То есть, должна быть заявка о том, что данная территория подлежит комплексному развитию. Дальше она будет рассматриваться, будут давать согласие, либо несогласие, в случае, если застройщик выступает? Конечно же, в обязательном порядке. То есть, это не просто бумага, я хочу застроить эту территорию. Это будет довольно-таки комплексная проработка этой территории. То есть, на предмет ее обеспеченности инфраструктурой, возможности посадить туда какие-либо объекты. В обязательном порядке и обязательным требованием к такому заявлению является мастер-план. Это документ, позволяющий качественно провести проработку этой территории на предмет этажности, на предмет внешнего облика, насыщенностью социально-культурными объектами, опять же, территориями общего пользования, парками, допустим, дворовыми территориями, и т.д. и т.п. То есть, это не пустой документ. Это действительно будет качественная проработка. То есть, и это не квартал, состоящий целиком из многоэтажных живых домов? Конечно, нет. То есть, обязательно в мастер-плане учитываются интересы граждан, которые будут проживать в этом квартале, в том числе и на сопредельных территориях. Мы не должны с вами забывать, что у нас есть и генеральный план, и правила землепольной застройки, где определены те объекты, которые необходимы для развития города. Школы, детские сады, различного рода социально-культурные объекты. В мастер-план должен это учитывать. То есть, если нет рядом школы, получается, застройщик должен ее построить или как? Объясните, опять же, простым языком. Не совсем так. Если, допустим, на этот квартал, согласно документам градостроительного территориального планирования, градостроительного зонирования, попадает размещение школы, тогда, да, в этом случае он должен либо ее построить, либо аргументированно доказать, что он садится не в этот квартал, а в соседний. Соответственно, мастер-план пойдет и на второй квартал. То есть, вот в этом заключается специфика. Еще раз повторю, это комплексная проработка. То есть, это не просто я построила себе многоэтажку. Я должен обосновать, почему именно таким образом произойдет вот эта застройка. Андрей Анатольевич, еще вот важный момент. Он касается, действительно, многих жителей многоквартирных домов. Зачастую там, действительно, парковочных мест нет. Остановиться жильцам, поставить автомобиль нельзя. Это просто какая-то бесконечная игра в какой-то пазл. Вот при комплексной застройке такого не будет. Там рассчитывается количество, например, машин, мест и все остальное. Здесь не просто рассчитывается количество машин и мест. Здесь проектировщик, ну или составитель мастер-плана, они должны предусмотреть размещение либо многоуровневых автостоянок, либо они должны запроектировать парковочные места непосредственно в домах. Ну, то есть, первый, второй этаж, может быть, подземные автопарковки и т.д. И современная тенденция, современное направление городостроительного проектирования, развития архитектуры сводится к тому, что внутри домов, на домовой территории парковок не должно быть. Там должны быть места общего пользования, должны быть детские площадки, спортивные площадки, места отдыха, чтобы молодые родители с детьми могли отдыхать. А машины выводить, опять же, либо до многоярусной парковки, либо под землю. Что касается эстетики, действительно, типовая застройка советского времени, она, конечно, уже морально давно устарела. Вот здесь, при застройке кварталами и большим количеством площадей, здесь будет эстетическая составляющая, учитываться, кому предпочесть, например? Ну, вот смотрите, когда будет разрабатываться мастер-план, кроме, скажем так, планировочного решения, куда посадить какие дома, как они будут расположены, в обязательном порядке должны быть еще и решения фасадов, как должны выглядеть дома. То есть, само собой, и предпочтения, и пожелания будут отдаваться современному дизайну, современным отделочным материалам, чтобы красиво было в городе, в первую очередь. А зеленение входит тоже в этот план? Обязательно, в обязательном порядке это все входит. А зеленение будет находиться и во дворах, будет находиться и на... планироваться, опять же, и во дворах, и на улицах. Скверы, сады, парки, которые можно формировать, также будут учитываться при развитии мастер-планов, при создании мастер-планов. Андрей Анатольевич, красивую картинку мы, безусловно, нарисовали, но сейчас вот самый, наверное, непростой момент – это о том, как будет осуществляться выкуп все-таки домов. В том случае, если люди против, вот что будет происходить? Ну, смотрите, наше законодательство и градостроительный кодекс, и земельный кодекс очень четко прописали эту процедуру. То есть, в первую очередь, всем будет предложено заключить договор о комплексном развитии. Территории, в которых будут прописаны именно условия такого, назовем так, выкупа земельных участков и объектов недвижимости. Мы отлично с вами понимаем, что не всем это понравится, не всех это удовлетворит. В связи с этим, законодатель предусматривает такую очень интересную норму, что в случае несогласия, изъятие земельных участков и объектов недвижимости осуществляется в соответствии с земельным законодательством. Процедура очень подробно в земельном законодательстве прописана. Принимается решение об изъятии, делается оценка объектов недвижимости земельных участков. Оценка на основании какой стоимости? Независимого оценщика. То есть, это рыночная стоимость? Это рыночная стоимость. То есть, однозначно это делается. После этого предлагается заключить договор об изъятии, где будет указана эта сумма. В случае, если человек не пожелает, не согласится, соответственно, в судебном порядке решается вопрос. Ну что ж, Андрей Анатольевич, посмотрим, как будет реализовываться эта программа. Хотелось, конечно, чтобы город преобразился, стал краше современнее. Вам спасибо за интервью. Пожалуйста, это наша основная задача. Я напоминаю, что сегодня в гостях был Андрей Кролевецкий, начальник управления архитектурой и градостроительства администрации Благовещенского. Вы смотрели в центре. Внимание, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова